добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты и так преображение в 49 лет это возможно конечно же да и я не пластический хирург я даже не косметолог я художник гример который преображает при помощи макияжа а также укладки и прически и в данном случае лифтинг макияж подробно рассмотрим как выполнить и самые ключевые моменты асимметрия в лице стоит ли ее исправлять а может быть найти плюс и недостаток сделать достоинством об этом обо всем о коррекции непосредственно лица при помощи укладки прически а также макияж говорим детально пошагово как всегда потому что с вами художник гример денекина светлана и будет очень интересно ведь не зря канал идет к миллиону таких же девчонок как и вы так и я увлекающихся красотой а или она попала ко мне не просто так а по запросу конечно же она написала лично менеджером марии все контакты марии вы найдете внизу под видео или в закрепленном при первом комментарии она написала что хочет преображение посмотреть на себя со стороны когда сделан профессиональный макияж укладка и как это будет выглядеть вас есть замечательная возможность понаблюдать за самим процессом как процесс преображения просто делает чудеса а в конце видео вас ждет приглашение в жизнь замечательных людей то есть это мой новый влог который я веду абсолютно во всех социальных сетях поэтому добро пожаловать также все ссылки и рекомендации вы найдете внизу в описании поэтому добро пожаловать девчонки поддержите меня снова идеи вести мой личный влог ну что с толком с чувством с расстановкой поехали в первую очередь всегда рекомендую разговаривать активно с вашими клиентами эмоционально чтобы они положительные эмоции желательно конечно же испытывали и в этот момент вы наблюдаете девочки наблюдаем за тем как мимические активные зоны работают где проявляется сильная симметрия на что нужно обратить внимание здесь мы ярко видим асимметрию до 1 бровь вздернута очень активно вздернута за счет этого приподнимается даже глазик то есть хорошо века приподнимается натягивается и резко контрастная правая левая половинка да то есть асимметрия ярко выражена хорошо это или плохо пишите сразу в комментарии свое мнение а я однозначно конечно не скажу но отвечу на вопрос как это превратить в пользу конечно польза огромная такой асимметрии также есть в любом случае пошагово вместе сейчас будем с вами разбираться и присутствует активно мимическая зона вокруг глаз да то есть очень сильно мимика ну потому что эмоциональный человек елена очень сильно эмоциональный человек это норма для такого типа так скажем если отнести плюс им конечно еще возрастные изменения 49 лет и мимические морщины вокруг глаз никто их не отменял поэтому нужно их уменьшить зрительно уменьшить и самый простой способ увлажнения кожи это конечно нанесение крема крем можно нанести в минимальном количестве а можно и в максимальном тогда это будет эффект маски предварительно протираю лицо мицеллярной водой затем через распыление наношу гидролат лаванды и вот на такое увлажненное лицо буквальном смысле потому что там капли гидролата находятся я наношу интенсивно крем-праймер для лица дневной в данном случае белорусской компании были там жирненько так не то что жирный крем а просто в жирном его интенсивном количестве как маска буквальном смысле вы видите что интенсивно наношу данный крем и советую вам обязательно закладывать в момент выполнения макияжа всегда на это время девочки предварительно подготовленной кожи она все-таки другая не важно невеста это мама невесты подружка невесты или вы делаете на какое-то торжество на фотосъемку на юбилей и на ответственное мероприятие когда вы делаете выполняете макияж закладывайте буквально пять минут на увлажнение кожи можно увлажнить кожу при помощи масок при помощи патчей при помощи абсолютно разных сывороток и это все работает когда вы это делаете все-таки до макияжа а если вы мастер универсал и вы не тратите время просто так когда вы наносите например маску делаете и вам нужно пять минут подождать по идее постоять а вы не стоите вы прорабатываете волосы в этот момент делайте предварительную проработку волоса то есть наносите продукты стайлинга и подсушивайте их и в этот момент у вас как раз лицо доходит до той стадии когда она пропитывается увлажняется а потом после волос опять переходите на лицо то есть время вы не тратите просто так вы в бесконечной работе ускоряетесь но сам процесс работает и на волосы тогда и на лицо и я такой же рабочий мастер как и вы поэтому все понимаю когда клиенты нам говорят свет только час у нас есть на волосы и на макияж поэтому давай ускоряться и конечно же нужно распределять время самое главное когда вы распределяете ваше время рабочие с клиентом то все успеваете сколько раз я наносила на кожу гидролат лаванды вы видели что много раз и это буду я продолжать делать на протяжении всего макияжа мне нравится использовать гидролаты а потому что дают также увлажнение не всем нравится единственное по запаху аромат такой травяной больше конечно это экстракт растений поэтому конечно аромат в любом случае будет травы которые в к состав входит резкий но он быстро испаряется поэтому на это мне кажется не нужно застрять внимание в первую очередь начиная с макияжа глаз это моя любимая техника так скажем по расстановке потому что многие тонируют лицо сделают коррекцию а затем уже макияж глаз я нет все таки я люблю сделать форму глаз даже брови я делаю в самом конце макияжа это моя такая техника который я люблю придерживаться и на самом деле хочу сказать что клиентам на самом деле все равно мне кажется в какой позиции вы делаете макияж самое главное результат итак силер использую как базу по тени и тут очень важно расслабленное лицо вот в этой стадии когда вы выполняете макияж глаз прям вот максимально чтобы спокойное лицо было чтобы не сосредотачивались так скажем активные мышцы мимические вокруг глаз и в этот момент вы делаете нанесли консилер распределили растянули его в тонкую пленочку затем зафиксировали желательно матовыми плотными тенями чтобы создать белый чистый лист бумаги на котором можно прорисовать любую уже форму фиксация консилера бежевыми матовыми тенями и здесь конечно же когда клиент в этой стадии смотрят на себя он может сказать ой у меня такие пустые глаза да у меня глаза очень некрасивые стали но потому что это чистый светлый лист бумаги еще раз повторюсь потому что это просто основа на которой мы должны нарисовать любую с вами форму и когда очень часто задают клиенты наши вопросы на этой стадии но какой же какой же цвет макияжа глаз выбрать в какой увести под мой наряд я всегда говорю дело не в цвете а в форме то есть самое главное какую форму нарисовать от формы зависит и конечный результат ведь мы форму можем вытянуть расширить то есть округлить глаза сузить глаза удлинить глаза и за счет формы будет и смотреться макияж а по сути цвет ну цвет это вторично поэтому я знаю мастеров у которых буквально одна палитра базовых классических оттенков и она работает а результат абсолютно разные девочки то есть макияжи настолько отличается но формой формы берет человек и чувством вот этой формы и это самое главное поэтому не старайтесь закупиться там палитрами с 50 оттенков всех разных цветов то есть дело не в этом есть классические базовые оттенки и здесь вы видите что я начинаю в первую очередь с расстановки точки подъема глаз то есть века опущенная века нависает его нужно приподнять самая классическая базовая техника когда вы ставите во внешнем уголке коричневым пигментом точку и начинаете ее растушевывать вовнутрь кистью я завожу вовнутрь по складке и именно растушевку знаете за внешний уголок глаза сильно далеко не увожу ни в коем случае потому что я все-таки хочу сделать и выполнить классический макияж который не рассчитан на то что мега сильно увеличить глаза а самое главное скорректировать то есть поднять нависающие века и когда я приподнимаю пальцем и натягиваю брови вот тут так классный эффект как раз вот тот самый который в идеале я хочу увидеть после макияжа когда вот так века прям приподнялось ну конечно мы с вами не косметологи и не пластические хирурги мы только зрительно рисуем форму и зрительно делаем ее шире уже и естественно скрываем недостатки здесь теплый оттенок добавляю в центр яблоко для того чтобы создать подложку под рассыпчатый пигмент ну и конечно в теплых тонах елене хорошо то есть это та самая классика которой для нее идеально по сути когда вы выполняете лифтинг макияж то есть возрастной уже макияж то соответственно обязательно натягивайте века вы видите что я второй рукой большим пальцем прям подтягиваю бровь натягиваю века максимально чтобы равномерно нанести тени это очень важный момент когда потому что очень сильно присутствуют мимические морщинки то конечно нанесение теней усложняется сам процесс распределения растушевка все это нужно делать бережно аккуратно но в любом случае с натяжением и это натяжение периодически опускать чтобы смотреть правильно ли вы выполняете форму потому что все равно конечно же елена будет ходить уже с ее природным натяжением которые у нее сейчас есть и соответственно поэтому обязательно опуская века вы смотрите симметрию уже непосредственную которые проработали и форму саму форму которые растушевали то есть очень важно в момент нанесения натягиваем века а в момент проверки уже опускаем и открывает она глаза и вы строго смотрите ровно на нее в моменте можно побеседовать чтобы она где-то среагировал на мимику и соответственно продолжайте дальше работу вы видите что я нанесла основу под рассыпчатые пигменты очень важно нанести основу для того чтобы конечно эти рассыпчатые пигменты просто на все прилипли к веку и хорошо зафиксировались что касается рассыпчатых пигментов за блестками такими мелкие дисперсными хорошо ли их наносить в лифтинг макияж до хороший отвлекающий маневр до хороший акцент в любом случае блестки это все наше не все любят не могу сказать что все клиенты у меня прям хорошо к этому относятся потому что конечно самое главное форму а форму можно выполнить и при помощи матовых классических теней соответственно смотрите нанесла блестки и зафиксировала фиксатором для макияжа в натянутом состоянии то есть прям на глазик сбрызнула фиксатором придержала подсохла и после этого опустила то есть еще конкретно зафиксировала вот эту стадию в макияже непосредственно с рассыпчатыми пигментами то есть я люблю даже фиксацию выполнять нас той стадии когда еще даже не доделан сам макияж конкретно фиксировать макияж глаз в натянутом его состоянии и по поводу фиксатора фиксатора мы знаем что бывает с блестками то есть они очень хорошо смел с мелко дисперсными блестками которые можно еще больше туда усилить и насыпать рассыпчатые пигменты в фиксатор и у вас будет очень насыщенный такой не консистенции фиксатор с блестками и до возвращаясь к теме матовых макияжей мне нравится еще когда я выполнила полностью матовый макияж а поверх распылила вот этот фиксатор с легкими блестками и получается вроде бы и матовый макияж но за счет фиксатора с блестками он получается все равно с легким ненавязчивым сиянием то есть девочки попробуйте то есть нанесение именно конкретно на зону век то есть конкретно на зону век и фиксатор с мелкими пигментами которые добавят вам вот такой изящное сияние потому что не все клиенты любят вроде бы сияние но когда вы распрыскиваете это же получается такое нанесение совсем дозированное то есть в умеренном маленьком количестве но все равно присутствует на определенном освещении играет очень хорошо и блестки что не говорить все равно они выравнивают они выравнивают они в определенном освещении начинают играть и соответственно зрительно отвлекают от разных проблемных участков глубину макияжа всегда задает подводка всегда задает как раз и межресничная подводка очень сильную глубину задает и как ее делают до всегда чаще всего это все-таки карандаш используют карандаш удобно растушевывают и получается мягкий эффект в дымку но мне нравится работать с лайнерами лайнер это такая история когда есть матовые лайнеры есть с все-таки влажным эффектом лайнеры и они задают более четкую линию их проще всего использовать если честно и если мне нужно этот лайнер растушевать не проблема в данном случае я хочу мягче не такую жесткую линию сделать не графичную то соответственно поверх лайнера пройтись матовыми плотными тенями все то есть у вас получается есть и глубина в макияже глаз которые задаются лайнером черный цвет и поверх вы даже можете использовать коричневый оттенок для того чтобы сделать эту линию мягкой не такой графичный почему я говорю нужно сделать мягче не такой графичный для этого я использую как раз кисточку наискосок очень тонкая классная кисточка купленная на алиэкспресс в комментарии там пишут разные мнения они могу скинуть ссылку но я не знаю какая к вам придет но у меня три штуки пришло просто идеальных я не знаю может кто-то нарывался на как бы странную историю но алиэкспресс мы знаем это все такой подарок что когда что придет мы не знаем поэтому выставляю ссылки а вы смотрите сами на ваше усмотрение в любом случае кисти копейки стоит я думаю можно как подарок заказать и если удастся вам получить в любом случае возможно будет тот самый хороший вариант как и ко мне пришел кисти очень удобно и для моего удивления были просто шикарно я бы сказала для такой цены смотрите в любом случае кстати да напоминаю что все продукты я всегда указываю ссылки внизу в описании под видео или в первом закрепленном комментарии итак нанесение матовых теней поверх лайнера коричневых тонах и здесь я сразу делаю еще больше растушевку в складку то есть вы видите уголок еще больше подчеркиваю да и здесь уже идет форма на удлинение глаз и естественно опять же на коррекцию на подъема глаз вот здесь в этой шаге я еще раз корректирую форму непосредственно глаз поводу мягкости линии подводки в лифтинг макияжах очень интенсивно естественно поддержаны глаза мимическим морщинкам и линия подводки плавающие то есть не всегда ее можно графично четко красивой нарисовать да поэтому соответственно она плавает она слегка волной вы начинаете ее расширять выравнивать а когда вы расширяете линию подводки то есть вероятность утяжелить глаза то есть создать такой тяжелый взгляд понимаете как макияж последний раз знаете последний шанс я бы назвала этот макияж всегда когда очень агрессивный макияж делают и получается смотрится действительно как последний шанс поэтому здесь мягкость линии подводки задаст вам и глубину непосредственно в макияже и в тот же момент не сильно сделает графику поверх прошла с черными тенями line на на лайнер прям девочки да на лайнер можно растушевать и сделать эту линию мягкой самое главное чтобы у вас тени были хорошо пигментированы потому что когда хороший пигмент когда он наносится прям даже если вы делаете можно же и линию подводки нарисовать непосредственно тенями в мокрой истории то есть когда вы смачиваете кисть и соответственно в тени макаете и получается у вас мокрый эффект теней как подводка работает как растушевка работает отлично в любом случае техника очень часто используется также мастерами и самое интересное в этот момент я вспомнила о чем мы разговаривали с еленой да простите мы разговариваем но вот так не удержались первый раз друг друга видим по запросу так скажем я елены приняла ее на свою съемку с удовольствием причем с огромным удовольствием потому что настолько замечательная она как человек оказалась то есть супер просто моя энергетика так скажем а вот и мы разговаривали когда я сейчас вот выполнял макияж я говорю лена ты не хотела бы обратиться к пластическому хирургу она сразу так озадачилась а что надо я говорю да нет не то чтобы надо просто твое мнение но 49 лет до женщины проходят определенную эту стадию то есть все я считаю и когда говорят что да нет я нас вы на свою внешность так не заморочена и все это ерунда нет девочки женщины все равно это женщины и внешности вот когда мы рождаемся уже важно все девочки смотрятся в зеркало все любуются в любом возрасте и в любом возрасте все видят свои виды изменения спустя десятилетия поэтому на это мы все обращаем внимание ярко обращаем или не ярко это уже другой вопрос но обращаем я поэтому просто просто и и мне не хотел услышать как она относится к пластическим хирургам потому что я могу сказать что я положительно у меня много есть вариантов кто у меня из знакомых делал пластику и прям классно девочки есть же пластической хирурги когда классно я не рассматриваю такие варианты когда ну с такими жутчайшими как бы последствиями но у меня у всех очень хороший результат после пластики поэтому я и спросила говорю она говорит а что прям надо уже что ты так увидела что-то во мне я говорю да не то чтобы надо но интересно мнение она говорит не знаю рассматриваю не рассматриваю но кстати пишите свое мнение в комментарии как вы относитесь к пластической хирургии насколько она нужна насколько она нужна в определенном возрасте и для определенных задач да мы рассматриваем разные задачи мы можем пластикой поправлять поэтому пишите свое мнение наше женское мнение очень интересно как вы относитесь к пластической хирургии свое мнение конечно однозначно хочу сказать что самое главное чтобы вы были счастливы и то есть неважно вы сделали пластическую операцию и это пластическая операция помогла достичь гармонии внутри вас самой это тоже хорошо правда потому что когда человек находится в гармонии с самим собой то соответственно но возможно для этой гармонии что-то не хватает и вот в это что-то проделываете а потом успокоились и спокойно живете и принимаете да поэтому тут очень важно принятие себя и если вы принимаете в любом случае с каждой морщинкой с каждым видоизменением себя то это также хорошо но это здорово я бы сказала и это вам также добавляет спокойной такой гармоничной жизни и наблюдаете глаза девочки вы видите что зрительно начинает уже приподниматься так скажем до зрительно в мягкой растушевки видно подъем глаз подъем века я бы сказала правильно верхнего и макияж не настолько у меня знаете кардинально яркий да все-таки макияж спокойный потому что я не хотела сильно задавать цветовой пигмент цветовой яркость огромную форму прорисовывать то есть менять видоизменять елену я сильно не хотела вот моя задача выполнить все таки мягкость во всем и я это выполняю как это еще проверяется когда вы смотрите зрительно прямо ровно елене в глаза и она смотрит вам то соответственно растушевка внешнего уголка не выходит за контур ресницы вот это важная проверка если выходит растушевка сильно за контур ресниц то соответственно вы начинаете уже активно переводить акцент на макияж и на тени то есть соответственно если ресницы не перекрывают а растушевка идет дальше 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 за внешний уголок то соответственно вы уже повышаете активности именно макияжа глаз поэтому здесь нужно расставить все точки хотите ли вы этого или не хотите или клиент хочет чтобы яркий макияж был и настолько увеличить глаза по форме то тогда вы это выполняете если вы не хотите то конечно ограничитесь вот этой формой и хочу вернуться к теме асимметрии в лице насколько нужно ярко все-таки выравнивать вот эту асимметрию и стараться сделать симметричным лицо ну во первых здесь могу сказать что ярко настолько бровь сдернута настолько века приподнимается натягивается и правая левая половинка кардинально разные за счет этого получается лица стоит ли это ярко прям выравнивать и стремится к симметрии нет однозначно мое мнение лично мое нет почему потому что ну во первых мы на данный момент имеем одну половинку лица настолько классно по форме вот мне нравится вот это вздернутый эффект но слегка все-таки я бы его сделал в меньшей степени да то есть как бы уменьшила но уменьшить я к сожалению не это только косметологи могут останавливать мышцы и слегка уменьшать вот этот вздернутый эффект но плюс в нем однозначно есть потому что века натянутые мне нравится натянутые века мне нравится выражение лица и соответственно с этой стороны где вздернуты то есть она получается такая немножечко знаете игривость какая-то интерес получается в лице и это очень красиво для меня а вот поэтому соответственно эту половинку лица однозначно нужно просто поставить в приоритет каким образом когда я буду делать укладку прическу я просто вторую половинку лица прикрою челкой то есть максимально задам асимметрию в укладке и соответственно на ту сторону где глазик у меня получается наоборот смыкается и не настолько раскрыт я опущу челку и челка будет сильно перекрывать ту половинку лица и таким образом открою наоборот вот это вот вздернутый взгляд при помощи укладки то есть укладка асимметричная мне будет в помощь в коррекцию и соответственно я наоборот ярко задам акцент на вот этой половинке лица ответила на вопрос то есть плюс или минус конечно же плюс когда две половинки лица завалены у вас два нависающих века и вы даже смотрите на клиента и на какую сторону же рабочую есть делать рабочие почему говорю но очень часто в актерской среде на телевидении я же много проработал и поэтому есть рабочая сторона та самая красивая которую делают в акценте и той стороной чаще всего на крупные планы снимают и делают акцент прям хороший поэтому соответственно здесь рабочая сторона на мой взгляд у елены как раз вот в этом и состоит то что вздернутая бровь распахнутый взгляд кокетка такая и соответственно мы эту кокетку вытащим еще при помощи укладки прически дополнительные пучки я клею вы видели на картинке такой знаете ласточкин хвостик мне очень зашли вот эти реснички девочки ссылки на них также оставляют алиэкспресс но очень классный толщина нравится работать с ними брака в них очень мало в пучках потому что мы знаем когда покупаем реснички бывает очень много брака то есть в пачке там отсеиваются слипаются они то есть плохие узелки там внутри ну то есть много факторов которых зависит качество ресниц купленных и поэтому соответственно в данном случае вот эти вот реснички мне очень понравились я разные купила их по разные именно непосредственно по размерной линейки и использую очень часто миксую по крайней мере их с другими пучками просто прелесть они задают как раз и такой знаете все таки четкость в ресничках за счет того что лучики получается за счет хвост хвоста ласточки это такой вот лучик и его очень хорошо сделать как акцент а поверх уже приклеиваю более мягкие такие пушистые обычные классические пучки пучки всегда клею на свои ресницы и свои перед этим обязательно прокрашиваю тушью слегка девочки то есть просто как базу могу подкрутить реснички и то и задать им подъем но если вы даже не подкрутили а когда приклеили ресницы то смотрите есть разница провисание своих ресниц присутствует опущенный вниз ресницы свои можно это исправить да конечно можно вы наблюдали на видео чуть-чуть вот пораньше я и еще буду повторять очень просто прокрашивают тушью когда приклеила пучки еще раз прокрашиваю тушью и пучки и свои ресницы и прям пальцами зажимаю и выворачиваю вот это движение на подъем соответственно я приклеиваю вот даже сейчас вы видите что я поднимаю реснички но я могу это делать с тушью еще вдобавок тушь очень хорошо фиксирует и создает единую линию то есть свои ресницы соединяет с приклеенными пучками дальше продолжаю приклеивать и пучки я приклею всегда на хорошо закрытые глаза обязательно я говорю прикрой глазки самое главное не моргай но в моменте когда я хочу проконтролировать этот процесс то есть я прошу открыть если где-то слипается за счет клея возможно протекли соответственно реснички склеились между верхним и нижним рядом то соответственно клей я использую всегда на латексной основе силикон часто пишут но там на самом деле латекс потому что латексная основа она резиновая и вот эта резиночка она просто разрывается и соответственно без проблем открывает глазки самое главное ресницы не должны колоться не должны утяжелять а должны просто быть как вторым таким знаете но единственное они знаете когда вы клеите ресницы на сильно короткие ресницы многим непривычно они начинают их видеть оготь я вижу даже контур ресничек да если одевает очки то соответственно где-то зацепляются в зависимости от длины но в любом случае ресницы дополнительные пучки должны быть комфортные я всегда об этом говорю прошу моргать чтобы нигде не кололась если что-то мне говори я переклею в любом случае это очень быстрый процесс девочки ресницы всегда нужно дополнительные добавлять и миксовать вот я всегда миксую разные по форме разные по густоте и могу вторым рядом наклеить третьим рядом наклеить и усиливать как говорится те самые зоны которые в данном случае необходимы здесь внешний уголок нужно прям поднять девчонки при помощи также ресниц также я внешний уголок удлиняю и создаю вот такой вот знаете контур глубину глаз за счет того что внешний уголок у меня на 12 миллиметров я ушла внутренний уголок здесь даже 9 миллиметров наклеила и соответственно вот эту градацию от 9 миллиметров до 12 сделала через 11 миллиметров и там наверно пару пучков у меня 10 миллиметров все то есть все ресницы вот я вам рассказал как приклеила при этом я смотрю все время на елену и мне что-то не хватает и еще чуть позже я еще добавлю пучки девчонки то есть несмотря на то что вроде бы все приклеила линия нравится но еще могу спустя время опять добавить потому что где-то хочу все-таки еще больше акцент сделать на глаза на внешнем уголке прям перекрыть нависание века и и начинающим мастерам я всегда советую конечно яркость усиливать постепенно потому что усилить всегда яркость можно это не проблема но убрать очень яркий макияж подобрать очень сложно поэтому всегда это делайте постепенно когда тем более в первый раз вы данного клиента делаете и сомневаетесь хорошо будет или плохо или очень агрессивно или возраст задаст макияж ведь основные факторы когда многие мастера пытаются то есть подчеркнуть глаза по ярче губы коррекцию пожестче сейчас я ее чтобы она схуднула прямо у меня на глазах и тем самым очень сильно эффектно яркий макияж получается за счет такой яркости порой макияж очень сильно взрослит вот это первый пункт который присутствует и это является ошибкой то есть тем более что если это лифтинг макияж в любом случае у вас задача наоборот уменьшить освежить лицом и уменьшить возрастную категорию поэтому конечно яркие макияжи не всегда допустимы выполняю тонирование лица и тут я хочу сразу извиниться дорогие мои потому что не смогла я заснять хорошо этот момент почему объясню очень просто ну потому что я сам себе оператор камера стоит а мы с еленой обсуждали очень интересный вопрос ну для нас для женщин это конечно сад огород цветы и все такое сезон цветочной девчонки но вы сами понимаете что все сейчас высаживается и соответственно разговоры только об этом и камеру я не усмотрела что она у меня небольшой пробел сделала поэтому соответственно вот тонирование лица к сожалению не смогу показать но возвращаясь к теме ресниц и вы видите что я затонировал лицом сделала коррекцию скульптурирование лица но в этот момент все равно я смотрю на глаза и мне хочется все равно внешние уголки еще больше приоткрыть усилить и я еще раз взяла в руки пучки и усиливаю добавляя то есть вы должны понимать что пучки можно приклеить и в два и в три ряда и абсолютно разные миксовать пучки не обязательно одного параметра то есть здесь ресницы я могу и более пушистые в 3d уходить более мягкие то есть полупрозрачные как ласточкин хвостик использовать то есть разные по форме по плотности по объему ресницы я очень часто миксую и за счет этого получается и естественно коррекция формы глаз затем нависание своих ресниц то есть очень часто я прокрасила тушью и вот так пальцами зажала и подняла вверх то есть когда вы только что прокрасили свои пучки ой свои ресницы дополнительные пучки прокрасили и приподнимаете прям вот тушкой прокрасили и пальцем приподнимаете приклеиваете свои ресницы к накладным пучкам и тогда это смотрится единой такой вот линии верный когда у вас ресницы не отделяются не смотрят вниз это самый важный пункт когда вот конечно происходит опускание глаза печальный взгляд то есть изгиб ресниц должен смотреть всегда вверх это тогда хорошо распахнутый красивый взгляд и в этом и существует конечно как результат коррекции глаз получается очень хорошие и кстати по поводу ресниц в абсолютно в любом возрасте я их приклеиваю люблю дополнять макияж потому что конечно еще раз повторюсь они все разные девочки они есть полупрозрачные невидимые без узелковые и настолько сливаются со своими естественно когда это необходимо прям даже на самых крупных планах их незаметно то есть настолько они получаются очень мягкие спокойные есть ресницы естественно 3d объем максимально толстая каждая волосинка у реснички и за счет этого получается такой распахнутый широкий взгляд еще больше форму губ увеличиваю карандашом прорисовываю очень люблю с карандашами работать и конечно их растушевывать затем наносить матовую помаду а затем блеск то есть и внешне и конечно контур а всегда губ я еще раз прохожусь очень часто это корректором обязательно за счет этого стойкость помады увеличивается форма прорисовывается более четкая яркая и конечно вы делаете коррекцию губ легко при такой технике то есть все просто все быстро но тем не менее результат вы знаете всегда от макияжа конечно же есть но потому что видоизменения на наших глазах мы не хирурги еще раз скажу мы не с вами не даже не косметологи когда имеем возможность то есть настолько моделировать лицом но мы художники художники которые рисуем и соответственно видимость все равно создаем ту самую прекрасную которые достаем из каждого лица но образ всегда смотрится тогда хорошо когда это работает в комплексе я только за то что универсальные мастера всегда конечно в топе в работе потому что когда вы выполняете и макияж и прическу укладку то вы создаете в целом такой вот единый гармоничный образ который будет соответствовать и запросу вашего клиента и как говорится все что вы в голове нарисовали вашей фантазии вы реализовали и возвращаясь к теме асимметрии то есть вы видите что асимметрия осталась но мы сейчас ее еще больше как говорится обыграем при помощи укладки прически и вы увидите что асимметрия здесь ярко выраженная вздернутая бровь глаз приподнят красиво на взлет это только плюс в данной укладки еще раз хочу повториться что укладку в любом случае вы найдете видео у меня на канале я обязательно его выставлю потому что укладка классная укладка объемная несмотря на то что волосы у елены и свои хорошие я здесь не спорю но создать форму форму асимметричную классную который будет идти и классическую да давайте к теме классики все-таки обратимся потому что классический вариант укладки очень сильно востребован на самом деле но вы должны представлять что любую классику можно обыграть разной одеждой чуть-чуть по-разному по объему смоделировать то есть можно ее сильно максимально в объеме сделать можно чуть поджать прижать большую асимметрию и одна и та же классика у вас заиграет по-разному поэтому здесь эта работа мастера в данном случае я сделал максимальный такой достаточно объем текстурный объем вы видите форму и эта форма естественно классическая та самая на основании протянутых волос то есть протянула волосы полностью утюжком ну и конечно хочу вас попросить внимательно посмотреть на ту самую сторону где вздернута бровь но хорошо же но хорошо же приподнимается открывается века и та самая противоположная сторона лица которое вроде бы прищурен глаз то есть за счет того что там челка этого не видно и я демонстрирую всегда в разной одежде показываю что настолько можно по-разному то есть ваш образ который вы делаете в зависимости от того какая одежда какой стиль вы выбираете за счет этого абсолютно разный результат преображение произошло на ваших глазах поэтому делимся своим мнением как вам такой результат обязательно пишите но мы же девчонки мы всегда замечаем вот эти все нюансы и об этом обо всем всегда друг другу говорим поэтому не стесняемся пишем комментарии подписываемся на канал ведь канал идет к миллиону таких же любителей красоты как и вы так и я ну а у меня маленькая просьба дорогие моим так как я начинаю свое маленькое не маленькое не знаю какое но для души в общем у меня есть хобби о котором я хочу вам рассказать и это будет мой личный новый влог который буду вести абсолютно во всех социальных сетях telegram канал уже есть яндекс зен уже есть youtube канал уже есть в контакте страница уже есть поэтому добро пожаловать в мою маленькую жизнь который буду интересно вам показывать поддержите меня моем новом начинании ведь я на самом деле никогда лично своей жизни показывал социальных сетях а тут я хочу показать что у человека занимающего красотой есть кардинально другая жизнь которая также приносит огромное удовольствие девчонки пожалуйста подписывайтесь на мой новый влог ссылки внизу в комментарии в первом закрепленном или внизу в описании под этим видео а с вами как всегда была художник гример динякина светлана ну и для настроения для хорошего настроения я бы сказала ловите видео свежее с моего нового блока дарите женщинам цветы без повода и без причины ведь многого не надо чтобы быть счастливой я подарю тебе розы и мимозы я подарю тюльпаны милые оу дамы я подарю тебе пионы оу пионы я подарю тебе жасмины без повода и без причины жизнь замечательных людей